Новые технологии поднимаются все выше, в горы. Национальная система управления объектами и безопасностью территория предельно проста в использовании. Достаточно при въезде в горную Ингушетию отсканировать QR-код, чтобы получить всю необходимую информацию о местности и достопримечательностях. И при подходе к тому или иному архитектурному комплексу или объекту срабатывает автоматическая система уведомления о комплексе и выдается информация о комплексе, документальная информация, фотоматериалы, новости и так далее. Практически вся информация выдается посетителю. Надо отметить, что это пилотный проект, и наша республика по внедрению этой системы является лидером. Работы по внедрению системы на территории музея-заповедника начались еще в ноябре прошлого года. Сейчас специалисты заняты замером границ отдельных объектов культурного наследия. Также они готовят точное описание объектов, занимаются цифровкой архивных документов и фотографий, проводят подключение компонентов цифровой информационной среды. Мы провели замеры границ уже более чем 30 крупных объектов. Часть уже внесена в систему и доступна для людей через интернет. Совместно с администрацией мы определили участки безопасного нахождения для гостей. Главное преимущество системы в том, что оно сможет работать даже на территории, где отсутствует интернет, если заранее отсканировать QR-код. В 100-летие образования Республики Ингушетия будет завершен первый этап внедрения этого проекта. Сам пилотный проект будет доступен для гостей и жителей Республики к юбилею. Внедрение новых технологий, несомненно, повысит уровень гостеприимства региона, поможет обеспечить личную безопасность посетителям музея под открытым небом, улучшит инвестиционный и бизнес климата Ингушетия, а также упростит работу сотрудников музея-заповедника. Мы будем фиксировать потоки людей, потоки туристов, местных жителей, видеть картину. Для нас это огромное упрощение работы, так как на всей протяженности горной части у нас расположены башенные комплексы, а штат у нас именно инспекторов 8 человек. То есть физически на 130 комплексов 8 человек, 8 инспекторов не могут охватить такую объемную территорию. Опробовать все возможности системы территория посетители музея-заповедника смогут уже в июле этого года.